Дорогие друзья, всем привет! У меня очень редко выходят ролики по каким-то другим играм, хотя иногда в свободное время хочется поиграть во что-то интересное. И сейчас я поиграю в одну игру под названием Star Trek Fleet Command. Это мобильная игра, созданная в альтернативной реальности вселенной Star Trek. Давайте я немножко подробно про эту игру расскажу. Если вам понравится, то напишите свое мнение в комментариях. В игре много частей действия. Давайте все по порядку. При первом входе в игру вы играете в начальную цепочку квестов, которая объясняет вам игру новому игроку. Как только мы заходим в игру, сразу видим нашу базу. У меня она уже довольно неплохо прокачена. База состоит из двух частей. Внутренней и внешней. На внешней части у нас располагаются оборонные платформы, которые помогают нам отбивать атаки в случае, если на нас нападают. Очень важно улучшать уровень базы, потому что повышение уровня разблокирует многие части игры, которые необходимы, чтобы стать сильнее. Например, сухие доки. Это как ячейки для кораблей. Сколько доков у нас есть, сколько кораблей мы можем иметь. На внутренней части тут уже немножко посложнее. Тут у нас располагается большое количество разных модулей. У каждого свое назначение. Например, операционный модуль, в котором размещается командный центр. Улучшая операционный модуль, мы открываем новые модули и расширяем возможности станции. Недалеко находится лаборатория, в которой мы можем проводить исследования. На вкладке исследования есть две части. Одна для кораблей, а другая для станции. Это позволяет усилить корабли, разблокировать корабли и для постройки и кучи других разных вещей. Вкладка станции у нас в основном для базовых конкретных бонусов. От увеличения ресурсов до разблокировки новых зданий и так далее. Управление ресурсами в игре это, можно сказать, один из самых ключевых факторов. В зависимости от того, как вы грамотно будете управлять своими ресурсами, будет зависеть также ваша прокачка и ваше развитие в этой игре. В игре есть семь видов ресурсов. Одни из них это парстил, делитий и тритан. Эти ресурсы, которые добываются сами по себе на базе, когда ставишь генераторы этих ресурсов и они сами по себе качаются. Также есть руда, газ и кристаллы. Это более редкие ресурсы, которые можно добывать в основном, как и все ресурсы в галактике. Но нужно будет просто найти эти места, куда мы направляем свои корабли для этой же добычи. Седьмой ресурс это латиум. Это ресурс, который мы можем купить в магазине, получить за разные квесты в виде награды и выбить также их с бесплатных сундуков. Латиум в основном нужен для того, чтобы, ну если вы не любите ждать, то можно ускорить разные там постройки или починку кораблей, или просто купить ресурсы, которых не хватает. Ну это как гемы. Теперь бы хотелось немножко поговорить о кораблях. По мере прохождения игры вы будете разблокировать различные виды кораблей. Их в игре два типа. Один ориентирован на сражение, а другой для добычи ресурсов. У военных кораблей статистика лучше, потому что она влияет на сражение с другими кораблями и при атаке на чужие базы. А у кораблей для добычи у них большие грузовые отсеки, поэтому они могут вмещать в себя большое количество ресурсов и также добычу. Я сейчас использую медузу для атаки и также для сбора ресурсов. В игре можно посмотреть их 3D модели. Они довольно неплохо прорисованы, детализированы и выглядят достаточно красиво. Также есть возможность посмотреть корабли в дополнительной реальности. Выглядит это очень круто, можно покрутить кораблики, посмотреть разные детали и это происходит прямо у тебя на столе. Как по мне это неплохая идея. И кстати это никак не влияет на игровой процесс и выглядит очень круто. В игре присутствуют различные офицеры, которые делятся на 3 редкости. Это обычные, это редкие и это эпические. Каждый офицер естественно имеет свои способности в паре с другими офицерами и они могут способности свои повышать. Офицеры назначаются на корабли. Существует множество типов офицерских способностей. От максимизации скорости варпа, то есть полета между разными системами и до добычи большого количества ресурсов в общих боевых способностях. Поэтому целеобразно, мне кажется, назначать в соответствии с потребностями и типами кораблями. Офицеров также можно нанимать, открывая ящики. Ящики у нас бывают разные и ценность также у каждого своя. Чем дороже ящик по ресурсам, тем дороже может выпасть офицер сундуков. Но это как бы логично. Еще также падают нам осколки, которые нам нужны для прокачки. При прокачивании офицера у нас повышаются характеристики. У нас есть несколько, как я называю, уровней просмотра. Если знаете, как точно это называется, то можете меня поправить в комментариях. Мы можем осматривать внешний и внутренний вид базы. Дальше у нас идет целая система, в которую сейчас находятся узлы станции. Вот к этому узлу привязана наша база. По желанию можно узел менять и перемещать свою базу между различными системами, чтобы было удобнее перемещаться в различные периоды вашей игры. Дальше уже находится целая галактика, в которой расположено большое количество разных систем, между которыми мы можем путешествовать, добывая ресурсы, выполняя миссии и сражаясь с другими игроками. Миссий в игре просто огромное количество. Вот, например, мы можем выбрать место задания. Тут есть три задания, которые мы можем начать выполнять. За каждое выполнение задания мы получаем награды. Награды у нас бывают разные. От ресурсов до репутации фракции и так далее. Сейчас у меня на выполнении куча заданий, и их все нужно выполнить одновременно, используя несколько кораблей. Но большое количество заданий состоит из подпунктов, которые нужно выполнять, и получается так, что часть подзаданий выполняется легко, а потом попадается в пункт, где необходимо сразиться с вражеским кораблем, а он оказывается слишком сильным. Поэтому приходится откладывать задания для лучших времен, пока не прокачаешь свой корабль, и выполнять в это время другие задания. Тут же есть ежедневные цели. Каждый день доступна куча целей для выполнения. Каждая из них дает свою награду и дает заработать очки для еще больших сундуков с наградами, отображаемые в верхней части экрана. По мере повышения уровня, ежедневные цели будут расти так же, как и ваши награды. Пока еще не забыл сказать, тут еще есть подарки в виде бесплатных сундуков. Есть бесплатные сундуки за 10 минут, за 4 часа, и сундук за каждый день. Давайте их сейчас все откроем. Вот, с 10-ти минутного сундука выпала персталь. За 4 часа опыт офицеры и жетон рекрута. А с ежедневным нам выпал ладь, который мы, кстати, можем потратить на ускорение. И жетон новобранца еще выпал. А сейчас давайте немного добудем поврежденных данных. Это ресурс, который нам нужно, чтобы делать покупки в магазине фракции аугментов. О нем я немножко расскажу попозже. Я сейчас нахожусь возле пункта добычи, и пока что он занят другим кораблем. Но его можно атаковать и отжать место. Но у нас не так много осталось доступных ресурсов, поэтому подождем, пока он закончит добычу, и по-быстрому займем его место. Так, место мы-то его заняли, но он решил вернуться и атаковать нас. И он оказался гораздо сильнее нас. Ладно, придется теперь восстанавливать корабль и ждать, пока он сюда снова долетит. А пока мы медузой снесем его корабль и заберем место себе. Поскольку меня решили там вынести снова, сейчас займем другое место. Подгоним два корабля. Атакующим кораблем сперва заберем место добычи себе. А потом наш ботани бей поставим на добычу. А второй корабль в это время будет стоять у нас чисто для охраны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не дают нам покоя на добыче, решили нас немного вынести, но тем не менее мы уже успели некоторое время добывать поврежденные данные, так что пока нам этого достаточно. Пока мы можем потратить данные в магазине фракции. Купим очки аугментов. Чем выше репутация, тем будет больше доступна нам товара в магазе. И кстати, с повышением репутации охотники будут относиться к нам агрессивнее. Давайте пока еще выполним задание. Нам нужно остановить вора от побега. Пока что выберем цель и пусть пока корабль летит к этой системе. Сейчас мы его вынесем и посмотрим, что же дальше будет. А дальше нам нужно вернуться в Тиралара. Тут идет какой-то диалог. Ну и в принципе все. Ресурсы мы уже все получаем. Есть тут у нас еще одна миссия, которую я уже начинал делать. Вот эти ресурсы, которые мы получаем за ее выполнение. Нам нужно отбить подкрепление пиратов. Пока что полетим туда. Враг уничтожен, а остальные корабли сменили курс. Теперь нам нужно вернуть данные на станцию. Многие вещи в это странное время меня разочаровали. Но вы сумели меня удивить. Хорошо. Сбираем награду. Мы тут забрали образцы темной материи. Они как раз нам нужны, чтобы выполнить другое задание. Получаем еще одну награду. И как раз можем открыть 5 новых маршрутов. Вот у нас открылась новая миссия. И мы можем начать ее выполнять. Корабль будет лететь в новую систему целых 8 минут. Ускорить это никак нельзя. Да я в принципе ускорял все полеты, которые были возможны, когда выполнял миссии. Поэтому мне кажется, что это видео можно на этом моменте завершать. Вот такой вот, ребята, получился видос. Нарезал вам разных моментов. Прописал такой вот сценарий. Игра меня довольно-таки зацепила. Она интересная. Куча разных моментов, которые покажутся сложными. Но в них нужно будет, конечно же, разбираться. Но это разве что добавить вам интерес. Тут, кстати, можно создавать альянс. И играть вместе с друзьями. Помогать друг другу. Отбивать вражеские атаки. А также вместе развиваться. И мне кажется, что будет очень интересно, если мы можем, в принципе, создать альянс и играть с вами вместе. В общем, пишите свои впечатления об этой игре в комментариях. Если играете, то оставьте свое мнение об этой игре. И, возможно, можете дать мне какие-то советы. В общем, спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Встретимся с вами на поле сражений. Субтитры сделал DimaTorzok